С разгромным счетом 8-0 завершилась товарищеская встреча двух хоккейных команд 2009 года рождения. Лобнинские «Крылья» одержали победу над казанской командой «Акбарс». Подробности у моих коллег. По мнению Марии Полосковой, нападающей хоккейной командой «Крылья» единственной в команде девочки в товарищеском матче, важно и себя показать, и на других посмотреть. Показать, во-первых, как мы научились играть, поучиться у соперника, посмотреть, как он играет, в будущих играх уже знать, какая у него тактика. С командой «Акбарс» из Казани ребята встретились впервые. История именитого клуба связана с золотым веком хоккея в республике Татарстан, поэтому волнение, конечно, присутствовало. Она играет в КХЛ. И она сильная. Не боитесь соперников? Нет. Но настроенные ребята с самого начала были по-боевому. С каким настроением сегодня? С боевым. С азартом. Ну, с боевым. Будем побеждать. И это свое решение лобницы стали воплощать с первых минут матча. Не дав сопернику опомниться, они забили первый гол, открыв счет. Далее практически на всем протяжении игра велась у ворот гостей. Натиск, напор, скорость – отличительные черты команды «Крылья», которые проявились в этом матче особенно ярко. Со счетом 2-0 команды ушли на перерыв. Во втором периоде на табло цифры вновь стали расти только с одной стороны. Третий период завершился окончательной победой лобинских «Крыльев» – 8-0. Напомним, лобинская команда 2009 года рождения в сезоне 17-18 годов стала победителем первенства Московской области. Тренируют ребят Валерий и Алексей Климанова. Команда «Акбарс» – чемпионы первенства Казани, в котором участвуют 11 команд. В этом году ребята примут участие в первом чемпионате Республики Татарстан. А это уже в три раза больше команд. Тренеры казанской команды Александр Митягин и Максим Абаев отметили, что товарищеские матчи – очень хорошая возможность для ребят приобрести игровой опыт. Местом встречи команд стал лобинский ледовый каток. Лариса Панина, Денис Ройкин, телекомпания «Лобня».